Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы сейчас обратимся к последней, четвертой главе послания апостола Павла к Колоссиным. Здесь, конечно, очень случайным образом пролегла грань между третьей и четвертой главами. Первая фраза четвертой главы, конечно, по смыслу относится к тому, о чем Павел говорил в предыдущем, в предшествующем тексте, о том, что отношения между господами и рабами – это отношения, обоюдоответственные перед Богом. А не перед людьми. Для него это важное такое уточнение в том, как человеческая жизнь устроена. Он говорил о важности того, что в любых взаимоотношениях парных – жены и мужа, отцов и детей, господ и рабов – мы на самом деле все равно в центре должны видеть Господа Иисуса Христа. И вот дальше, поскольку послание приближается к концу, апостол Павел старается еще несколько конкретных вещей предложить своему читателю, и сказать о том, что вот это общее видение христоцентричности, о котором он все это послание и говорит, как это вот в сегодняшней, сейчас ситуации преломляется, потому что для него это не вообще богословская теория, а это реальность, которая устраивает и выстраивает всю его жизнь и жизнь других христиан. Вот он говорит «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Таким образом, в отличие от других мест, здесь невозможно интерпретировать апостола Павла как призыв к бесконечному, безостановочному и почти бессмысленному бормотанию текстов. Нет, конечно, постоянство в молитве, о котором говорит апостол, это вот такое упорство в благодарении, бодрствование в благодарении. Бодрствуйте, то есть будьте внимательны к тому, чтобы ваш диалог с Богом был благодарностью, был наполнен благодарностью, не перечислением того, как в жизни все плохо, Бог это без нас знает, не просьбами порешать те или иные проблемы, которые мы себе сами создали, а именно благодарностью. Апостол говорит, вот служение, если хотите, молитвенное, труд молитвенный, это в первую очередь труд благодарности Богу. Тоже обратите внимание, последние несколько столетий в основном христианские тексты, которые мы в качестве поучения друг другу молитвенного предлагаем, как образчики для совершения молитв, в основном посвящены попыткам уговорить Бога не очень сильно нас наказывать за наши провинности. Ну, что, наверное, тоже иногда нужно делать. Но апостол предлагает нам нечто качественное другое. Да, он говорит о благодарности, потому что, когда мы выбираем Христа, когда мы действительно принимаем Его как центр своей жизни, это и есть прощение и искупление кровью Его. Вот, далее апостол говорит о конкретных вещах, еще и о нас тоже молитесь, чтобы Бог открыл нам дверь возвещать тайну Христову. Он предлагает таким образом своим читателям вместе с ним взять на себя молитвенную такую ответственность за дело, которое апостол совершает. Вот такая солидарность, молитвенная солидарность для Павла очень важна, и насколько можно судить по его письмам, он очень ценит те случаи, когда люди о нем молятся, о нем помнят или как-то о нем заботятся. И еще дополняя, он говорит, вы же со внешними обходитесь благоразумно, и всегда слово ваше да будет с благодатью. То есть апостол предлагает, по-видимому, своим читателям всегда быть свидетелями новой, другой жизни, той жизни, которая дана во Христе, даже вообще не с внешними. Слово да будет всегда с благодатью, не с получением, а именно наполнена этой полнотой, христовой полнотой жизни. Самая последняя, заключительная часть, как обычно, почти всегда это бывает в посланиях апостола, он перечисляет тех его сотрудников, которые находятся рядом с ним, и передает приветы христианам колосс. И, пожалуй, во всем этом перечислении следует обратить внимание на упоминание «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Традиционное толкование говорит, что это имеется в виду евангелист Лука, автор соответствующего Евангелия и Деяний. А дальше апостол в самом конце говорит, «Когда это послание прочитано будет у вас, распорядитесь, чтобы его прочитали в Лаодикийской церкви, а то, которое в Лаодикий, прочитайте и вы». Таким образом, мы видим здесь, что апостол, по-видимому, в разные христианские общины писал письма с разным содержанием, может быть, с разными акцентами, но все-таки для него было важно, чтобы вся, весь этот, как мы бы теперь сказали, месседж, вся эта весть дошла и в те общины, и в другие. И, собственно, на основании этого упоминания мы можем заключить, что уже в те времена в христианских общинах было принято тексты, в том числе и авторитетные послания, переписывать и обмениваться ими, чтобы они существовали в других общинах тоже. Так, по-видимому, возникает довольно рано сборник, вообще сборники христианских текстов, в том числе и сборник писем апостола Павла. И хотя напрямую к содержанию, к основным мыслям послания этот факт и не имеет отношения, тем не менее, с точки зрения истории и аутентичности текста и того, насколько мы можем доверять сохранившимся текстам, я думаю, что это довольно важное упоминание, свидетельствующее о том, что очень рано в христианской практике возникает вот этот обычай делиться друг с другом текстами, копируя и таким образом сохраняя их для нас с вами.